Мир вам, братья и сестры! Приветствую вас на блоге Виктора Буслова «Познание. Познавая Бога внутри себя». Крещение Духом Святым – что это? Мы слышали и знаем про водное крещение. А крещение Духом Святым – что это и как оно происходит? Давайте разберемся в этом вопросе на основании Библии. Бог очищает человека от греха в своих глазах, и теперь это дитя. Он называет этого человека детем своим. И это праведность Бога для нас. И крещение не только очищает от греха, но и говорит, что делать, как жить дальше. То есть жить праведной жизнью. Иногда человек не знает, крещен он Духом Святым или нет. Крещение Духом, то есть то, что в человеке есть Дух Божий, – это мысли и изменения поступков. Дух Святой будет вас наполнять новыми мыслями, делами в соответствии с Божьим планом. Крещение Духом Святым – что это? Тут самое важное – это слово «крещение» или можно сказать «очищение». Очищение Духом Святым. Возьмем пример водного крещения и на основании места из Святого Писания, когда Иоанн Креститель крестил Иисуса Христа. И что говорил сам Иоанн про крещение Господа. Откроем Евангелие от Матфея 3 глава стихи с 5 по 17. И тогда Иерусалим, и вся Иудея, и вся окрестность Иорданская выходили к нему и крестились от него в Иордане, исповедуя свои грехи. Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущий к нему креститься, сказал им «Порождение Ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния. И не думайте говорить в себе «Отец у нас Авраам», ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне деревьев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Я крещу вас в воде в покаянии, но идущий за мной сильнее меня, я не достоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. «Лопата в его, в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым». Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него. Иоанн же удерживал его и говорил «Мне надо накреститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» Но Иисус сказал ему в ответ «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Тогда Иоанн допускает его. «И крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и сей, отвернусь ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на него. И сей, глаз с небес глаголющий, сей и Сын мой возлюбленный, в Который мое благоволение». Это Матфея 3, стихи с 5 по 17. «Иоанн крестил, и люди исповедовали свои грехи, и он омывал водой, знак очищения от грехов». Тут важные моменты. Это покаяние людей и то, что они исповедовали грехи и шли к Иоанну. То есть, они говорили, что они сознаются в своих грехах. То есть, осознание греха и смирение пред Богом. Иоанн делал физическое омывение, о очищении тела от греха, и как символ духовного омывения и очищения от грехов. Иоанн не только очищал от греха, но и говорил, что делать, как жить дальше, то есть жить праведной жизнью. Помните, когда к нему пришли креститься воины? Это Евангелие от Луки, глава 3, стихи с 10 по 14. «И спрашивал его народ, что нам делать? И он сказал им в ответ, у кого две одежды, то дай неимущему, у кого есть пища, делай тоже». «Пришли и мытари креститься, и сказали ему, учитель, что нам делать? И он отвечал им, ничего не требуйте более определенного вам». Спрашивали его также и воины, что нам делать? И сказал им, никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своим жалованием. Евангелие от Луки, 3 глава, с 10 по 14 стих. То есть, крещение – это очищение от греха и дальнейшая праведная жизнь. Крещение Духом Святым по Матфею. Что говорил Иоанн про крещение Иисуса Христа? Матфея, 3 глава, стихи 11-12. «Я крещу вас в воде в покаянии, но идущи за мной сильнее меня. Я не достоин понести обувь его. Он будет вас крестить Духом Святым и огнем. Лопатай его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым». Иисус Христос крестит Духом Святым и огнем. Крестит Духом Святым – это когда человек искренне приходит к Богу с молитвой покаяния в грехах своих и верой в Иисуса Христа. Друзья, искренне. То Бог принимает это смирение, очищает человека в его грехах и исполняет, наполняет его Духом Господним. Очищает человека от греха в своих глазах, и теперь это дитя. Он называет этого человека детем своим. Это праведность Бога для нас. И теперь с и в человеке есть Дух Святой, который будет вести его оставшуюся жизнь на земле и будет с ним дальше после воскресения. Помните крещение апостола Савла, книги 9 глава, книги Деяния, 9 глава? Анания пошел и вошел в дом, и возложил на него руки и сказал, «Брат Савл, Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа». И тотчас как бы чешуя отпала от глаз его, и вдруг он прозрел и встал, крестился, и, приняв пищу, укрепился, и был Савл в несколько дней с учениками в Дамаске. И тотчас стал проповедовать в синагогах о Паисусе, что он есть Сын Божий. Это книга Деяния, 9 глава, 17 по 20 стих. Апостола Павла Бог исполнил, наполнил Духом Святым, и он пошел, принял воду и крещение, и пошел проповедовать имя Иисуса Христа. Дух Святой приходит на человека без греха. Дух Святой приходит только на чистое место. Дух Святой приходит только на человека без греха. Поэтому, чтобы Дух Святой был на человеке, а это и есть цель Бога для человечества, ему нужно в смирении признать и очиститься от греха своего, и только после этого Бог может дать этому человеку Духа Святого. Помните, когда крестился Иисус Христос, то, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, отверзлись Ему небеса, и увидел Иван Духа Божий, который сходил, как голубь, не спускался на Него, и все глаз небес глаголющие, «Сея Сын мой возлюбленный, в Котором мое благоволение». Также и на нас, когда мы приходим к Богу с покаянием, то приходит, сходит Дух Божий и не спускается на нас, и Бог говорит, «Сея Сын мой возлюбленный, в Котором мое благоволение». Крещение Духом Святым один раз в жизни. Акт крещения один раз, как молитва покаяния, так и крещение Духом Святым у человека происходит один раз в жизни. Духом Святым Бог исполняет человека один раз в жизни. Иногда человек не знает, крещен он Духом Святым или нет. Крещение Духом Святым, то есть, что в человеке есть Дух Божий, это мысли и изменение поступков человека. Когда человек исполнил Духом Божьим, у него появляются мысли от него. И это, например, желание вдруг помолиться, почитать или читать Слово Божие. Когда что-то человек делает плохое, приходят мысли, а как бы сделал Иисус Христос? Как Иисус Христос поступил бы? И вдруг вспоминается место из Писания. Все это Дух Святой ведет, друзья. Иногда человек живет такой жизнью, после молитвы покаяния, но не знает, крещет он или нет Духом. Для этого нужно подойти к старшим служителям, и чтобы они помолились за вас с возложением рук. Вспомните апостола Савла и его исполнение Духом Божьим. Тогда точно будете знать, что вы крещены, и у вас будет внутренняя уверенность, то есть свидетельство Духа, что все хорошо и вы крещены. И вы знаете, друзья, вы это крещение Духом Святым, когда возложат на вас руки, будете помнить на всю оставшуюся жизнь, как и водное крещение. Иногда крещение Духом Святым с возложением рук сопровождается знамением, даром иных языков от Духа Святого. Но это другой разговор, другая тема. И мы будем говорить об этом в дальнейшем. И, конечно, это ваша измененная жизнь. Дух Святой будет вам подсказывать, напоминать о ваших мыслях и решениях, а вы, соответственно, будете поступать, и изменится вся ваша жизнь. Последующее очищение в жизни. Как сказал Иоанн Креститель в Евангелии от Матфея, «Лопата его, в руке его, и он очистит гумно свое, и соберет пшеницу свою житницу, а солому сожжет неугасимую». То есть теперь Дух Святой будет очищать вас, вашу жизнь от соломы, от греха, от ненужных пустых дел, слов, мыслей, и так, что это будет уходить так, как будто бы сожжет огнем неугасимую, так что вы и больше не будете к этому возвращаться. И в то же время Дух Святой будет вас наполнять новыми мыслями, делами, в соответствии с Божьим планом. Это можете прочитать более детально в послании Кремлёна 8 глава «Закон Духа Жизни». А это основное – освобождение закона греха и смерти и введет Дух Святой в закон Духа Жизни. Его присутствие в нас, освящение – это внутреннее и внешнее, водительство в нашей жизни, работе, семье, служении и т.д. Свидетельство для нас и окружающих. И в конце, после воскресения, Он воскресит нас вместе со всеми детьми Божьими и освободит во всей полноте. Аминь. То есть Дух Святой будет очищать, крестить нас и готовить для встречи с Богом и жизни в Царстве Божьем и Его присутствии. Подведем итог. Крестимся, как физический акт, один раз в жизни. И проходим очищение, крещение до конца жизни, готовимся к встрече с Богом Отцом. Крещение Духом Святым – это исполнение Духом Божьим и последующая жизнь с Богом. А сейчас я заканчиваю. Если вам понравилась запись или вы получили слово Откровения Духа Святого, поставьте лайк, подписывайтесь, делитесь и передавайте привет братьям и сестрам. Аминь. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok